Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко и Анатолий Петрук. И сегодня мы с вами попрактикуем диагностику, а также консервативную терапию травматического ретикулита и ретикулометаллоносительства. Начнем с осмотра животного. Обращаем внимание на яремную вену. При травматическом ретикулите она переполнена и выделяется. Могут быть отеки мещерюстного пространства и подгрудка. Синюшность слизистых оболочек. Проводим аускультацию сердца. При травматическом ретикулите выражена тахикардия. 120 и больше ударов в минуту. Также фиксируем тахипноэ. 40-50 дыхательных движений в минуту. Проведем функциональные пробы. Проба кулаком или коленом. В области мечеподобного отростка грудной кости надавливаем кулаком или коленом. При позитивной реакции корова стонет, ощущает боль, хочет лечь. Проба в области холки. Стягиваем кожу или, как говорят некоторые авторы, проводим пальпацию. При позитивной реакции корова изгибается, хочет лечь. Но проба эта условная, так как и здоровая корова при стягивании кожи тоже изгибается. А также одна из проб это свести корову из пригорка вниз. При позитивной реакции корова ступает осторожно, хочет лечь. Для диагностики и терапии травматического ретикулоперикардита также используют магнитный зонт. Сейчас мы редко используем магнитный зонт, чаще магнитные ловушки. Магнитный зонт нужно вводить с утра натощак, держать не менее одного часа. При этом нужно корову погонять по горбистой местности. Можно исследовать мочу. При ретикулите в ней появляется белок и повышается кислотность. И, наконец, магнитные ловушки. Их можно вводить как коровам, так и нетелям с диагностической, профилактической и лечебной целью. По некоторым рекомендациям их можно вводить всем коровам в стаде во время запуска. Мы вводим магнитные ловушки при первых косвенных симптомах заболевания. Ухудшение аппетита, снижение молочной продуктивности, тяжелые вставания. Ловушки бывают разных конфигураций. Мы берем самые дешевые в пластике. Для удобства введения магнитных палочек мы используем прибор для задавания болюсов. У нас тут есть корова с подозрением на травматический ретикулит. Помещаем ловушку в контейнер и проводим манипуляции. Даем запить водичкой. Всех коров, которым мы ввели ловушку, фиксируем в программе. Многолетний опыт, а также врачебная интуиция не подводят нас с постановкой диагноза. 90% случаев после введения палочки через 2-3 дня корове встает лучше, у нее появляется аппетит, она лучше потребляет корма, у нее появляется, вырастает молочная продуктивность. Корова начинает набирать вес. Конечно, мы не исключаем дифференциальные диагностики, а также функциональных проб. Друзья, будьте внимательны к вашим животным, и вы никогда не пропустите ретикулы металлоносительства, ведь оно может приводить к тяжелым осложнениям и даже смерти животного. Слитесь за нашими видео, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии и берегите своих животных. До свидания!